Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счётчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – всё для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48,3. Все заметные темы и новости среды в программе «Наше время». Я Ирина Шмидт. Здравствуйте. Детская шалость обернулась бедой. В Оренбурге пожар оставил без крыши над головой 4 семьи. Погорельцам нужна помощь. Три дня в режиме повышенной готовности. В областном центре стартовали командно-штабные учения. Когда визит спасателей и журналистов – повод для большого скандала. Вы что, будь красавица, бедушки получите? Выше умеет. Почему жители комплекса «Снегири» отказались спустить прессу в свой двор? И в предвкушении премьеры. Я сейчас посмотрю и после этого вам скажу. Пока интрига, пока не знаю, чего ожидать. Эмоции хочется, конечно. Киноманам показали «Остров Цикад» – дебютную картину оренбургского режиссера Олега Маслова. Всех в отставку. Исполняющий обязанности губернатора Юрий Берг уволил областных министров. Кроме того, от должностей освобождены директора департаментов, начальники главных управлений, председатели комитетов, а также вице-губернаторы. Все они теперь будут работать с приставкой «ИО». Переход на временные позиции связан с досрочным сложением полномочий самого главы региона. Юрий Берг и члены правительства будут исполнять обязанности до осени. 14 сентября, напомню, пройдут выборы губернатора. После будет сформировано новое правительство. Пожар на Полтавской мог произойти из-за детской шалости. Об этом говорят очевидцы происшествия. Эту версию, среди прочих, рассматривают эксперты. Напомню, накануне около 7 часов вечера в Оренбурге загорелись два жилых дома. Пожару присвоили самый высокий уровень сложности. На борьбу с огнем направили 9 расчетов. Полная ликвидация пожара через 28 минут. В дальнейшем, в связи с тем, что надворные постройки и жилые дома были деревянные, личный состав в течение 6 часов разбирал конструкции для проливки, разборки. Помогал эвакуировать вещи жильцам. От огня пострадали 4 семьи. Сейчас эти люди в крайне тяжелой ситуации. Помощь нужна буквально во всем. Огромная просьба всем сочувствующим и сопереживающим звонить по телефону 297-00 и обращаться в общественную приемную депутата Оренбургского райского совета Ушакова. По улице она находится в Полтавской 84, не очень далеко от места, где проживали пострадавшие. Сейчас речь идет о предметах первой необходимости, так как практически люди остались с тем, с чем ушли на работу. Пожар, правда, условный, тушили сегодня на железной дороге. В Оренбурге стартовали командно-штабные учения. В них задействованы представители всех служб, предприятий и организаций. Всего около 2,5 тысяч человек. На подготовку к работе в условиях чрезвычайной ситуации у них 3 дня. Кроме того, предстоит навести порядок в разных районах города. Репортаж Виталия Сапожникова. Прибывают пожарные машины. Посреди дня на железной дороге в черте города условно загорается нефтеналивная цистерна. Под ревоги на место происшествия прибывают спасатели, пожарные и спецтехника. Начинается борьба с ЧП, которая осложняется тем, что поблизости находятся другие опасные техногенные объекты. Объект такой был специально выбран, что рядом находятся двухтысячники, 3 резервуара с дизельным топливом, которые необходимо защитить от пожара, от теплового воздействия. Чтобы ЧП не превратилось в катастрофу, пожарные поливают водой и рядом стоящие гигантские резервуары с горючим. На помощь огнеборцам прибывает специальный пожарный поезд. Его экипаж тоже приступает к тушению. Сейчас следует финальная фаза учений. Пожарные охлаждают поврежденную цистерну, после чего по замыслу организаторов учебный пожар должен быть ликвидирован. Утечка устранена, условно сгоревшая цистерна больше опасности не представляет. Участникам тренировки поставлена оценка «удовлетворительно». Тем временем в лагере «Чайка» в Дубках проходит другая фаза командно-штабных учений. Там высадился трудовой десант, который приводит в порядок территорию. Ребенда там есть природа, ее надо там охранять, а мы немного посещаем. Работа спорится и единственное, что мешает, это тучи комаров, от которых зачастую не спасают даже москитные сетки. Вот те, когда приезжали сюда, вообще их не было, комаров. В этом году вообще, вроде здесь обрабатывали их, но что-то не видать. О комарином нашествии задумались еще в начале весны, но то ли травили мало, то ли не там. Впрочем, к началу заезда в детские лагеря летающих кровососов в воздухе должно стать меньше. Дополнительные меры будут приняты, и на открытии сезона, я думаю, здесь будет наведен порядок. Но я думаю, что после покупки травы и очистки мусора их значительно меньше будет. Вот, уберем этот мусор и траву снесем, и все, и комарам некуда будет прятаться, и будет чисто. В целом, для участия в командно-штабных учениях откликнулись почти все предприятия города. Для борьбы с мусором и стихийными свалками привлекли несколько тысяч добровольцев и спецтехнику. В целом, привлечено 2,5 тысячи личного состава, 375 единиц техники. Экономический эффект, который будет получен от проведения командно-штабных учений, их практической части, около 37 миллионов рублей мы ожидаем. Командно-штабные учения в Оренбурге продлятся три дня. Помимо зоны отдыха Дубки, порядок наведут и на свалках в Степном и Авиаградке. Итоги тренировок подведут в пятницу. Виталий Сапожников, Дмитрий Журавлев. Наше время. Прокуратура зажигает огни. Люди в форме заставили чиновников осветить улицы. Сотрудники надзорного ведомства проверили освещение городских дорог и обнаружили, на многих нет не только фонарей, но и фонарных столбов. Более 20 улиц города Оренбурга не имеют искусственного освещения. Это улицы шоссейная, тихая, авторемонтная и другие. Отсутствие искусственного освещения создает реальную угрозу возникновения в темное время суток дорожно-транспортных происшествий. По данному факту прокуратурой города было направлено исковое заявление в суд, которое было рассмотрено и удовлетворено. Бездействие администрации города было признано незаконным. В городском управлении строительства и дорожного хозяйства пытались оправдаться отсутствием денег и обжаловать решение суда. Это, однако, не помогло. Суд обязал осветить улицы до июля следующего года. Рядовая проверка обернулась скандалом. Жители комплекса Снегири не пустили корреспондента и оператора нашей телекомпании в свой двор. Съемочную группу пригласили сотрудники МЧС. Они проводили рейд по межэтажным кладовкам. Однако работу спасателям пришлось отложить и успокаивать разбушевавшихся жильцов. Наш Ольга Патрушева выдержала натиск толпы и узнала, что скрывают жители Снегирей. Хотите шоу устроить? Шоу, а весь город устроил. Вы что, хоть прославлено, рядушки получите? Вы шоу, мэр? Градус накала страстей был явно выше, чем полуденный зной. Кто бы мог подумать. Но скандалом обернулся всего лишь рейд по межэтажным кладовкам. Больше часа сотрудник МЧС пытался успокоить заведенную толпу. В штыки спасатели встретили возле двора. Люди были недовольны. Проверку в их домах проводят после анонимной жалобы. Жалобы конкретные по этим трем домам. Я как сотрудник обязан отработать эту жалобу и предоставить человеку ответ. Иператор тут при чем? Есть плановые профилактические. Это называется понимать рычаг, использовать рычаг информационного поля для каких-то корыстных целей. Казалось, их не успокоить. Все уверены, наш визит это чей-то заказ. Правда, на что претендует этот недоброжелатель, объяснить там так и не смогли. Объяснить что-либо без крика и шума вообще согласились лишь единицы. И выяснились довольно разумные вещи. Все про те же пресловутые кладовки. Вы признаете, что у вас все-таки есть на некоторых этажах? Вот эти отгороженные, конечно, конечно, как и везде. Как эта ниша может влиять, загороженные металлической дверью, на противопожарную безопасность? Убедиться в наличии межэтажных кладовок нам лично так и не удалось. А вот сотрудника МЧС на территорию все-таки пустили. Вернувшись, он подтвердил, кладовки имеются и не одна. Одно непонятно, зачем из-за этого надо было устраивать грандиозный скандал. Ведь штраф за нарушение все равно придется заплатить управляющей компанией. 6 тысяч рублей после каждого рейда, пока все кладовки не уберут. Ольга Патрушева, Дмитрий Журавлев, Наше время. К другим темам. Каждый житель региона вправе выбрать, в какой больнице пройти лечение. Об этом журналистам сегодня рассказали в областном Минздраве. В 2009 году в Оренбурже начался эксперимент по одноканальному финансированию лечебных учреждений. Если раньше средства поступали из разных источников, федерального, областного, муниципального бюджетов, то теперь деньги больницы получают централизованно из фонда обязательного медицинского страхования. Это дало возможность для руководителей лечебных учреждений управлять затратами, сокращать неэффективные расходы, оптимально распределять средства в зависимости от первоочередных задач. Это также обеспечение стабильности в получении денежных средств на каждого жителя области. В целом у нас, мы проанализировали только за прошлый год, с учетом всех, что вы видели, у нас порядка 10-12 миллионов получается экономия за счет такого рачительного ведения хозяйства. А эти деньги, которые освобождаются, они идут. Пожалуйста, где-то что-то нужно ввести новую должность. То есть вот у нас зоопарка, допустим, в регистратуре. Мы ввели новую должность с учетом того, чтобы там была очередь большая. Сейчас очереди нет. Все лечебные учреждения перешли на подушевое финансирование. И теперь каждое медучреждение будет конкурировать в борьбе за пациентов. В свою очередь, оренбуржцы вправе выбрать ту больницу, которая им по душе. Отсюда вот эта заинтересованность порождает в том числе и борьбу за качество, потому что пациент, прикрепившись к ЛПУ, особенно это касается в городах, где выбор достаточно велик. И если обслуживание медицинское оказывается не на должном уровне, допустим, да, он выбирает другое лечебное учреждение. Устраивает ли вас ваша поликлиника? Этот вопрос наши корреспонденты сегодня адресовали прохожим, и вот что услышали. Устраивает. Чем? Обслуживанием своим. Тем более, что я могу сказать, что я очень редко вообще ее посещаю. Но когда посещаю, я делаю необходимые анализы, не более того. Поликлиника нравится. Единственное, что трудно записаться на прием к врачу. Если ты в субботу не смог записаться, то в середине недели практически невозможно записаться ни к одному специалисту, даже к терапевту. А я не болею. Я в поликлинике не хожу. Большие очереди, но поэтому я стараюсь туда ходить реже. Нет, не устраивает. Поменять бы я, конечно, хотела, но, к сожалению, вот железнодорожная у нас есть больница, поликлиника, там все платно. Да нет, мне все устраивает. Очереди большие, нормально? По электронной записи приходишь к самому времени, и нет очереди. Большие очереди, и то, что приходится заранее приходить, брать талоны, очень неудобно. Хотели бы что-то поменять? Да. Пусть у нас будет медицина, как в Европе. Когда человек пришел, обратился за помощью, получил ее сразу, а не через месяц, когда уже не нужно. Трудности великого и могучего. В Оренбурге маленьких выходцев из стран Азии обучают русскому языку и культуре. Занятия проходят на базе областной политнической библиотеки. Каждую неделю сюда приходят те, кто мечтает говорить на языке Пушкина. Многим начинать приходится почти с нуля. Эффект от занятий оценил Юрий Мишенин. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мяч. Тише Таня не плачет, но уйдет на веревке мяч. Шестилетняя Мехрома Сангова знает стихи Борту и неплохо говорит по-русски. Она вместе с сестрами регулярно посещает занятия в полиэтнической и областной библиотеке. Мехрома только готовится пойти в школу в Оренбурге, а ее старшая сестра Межгона учится в четвертом классе. Учится сама и помогает родителям. Папа, если что-то иногда не понимает, я же в школу хожу, в русском. А не в тюрьмическом ходил, но иногда спрашивает что-то. Адаптацией детей-мигрантов в Оренбурге занимаются несколько лет. Обучение прошли десятки человек. Зачастую приходится начинать с самых азов. Сначала мы с ними просто-напросто изучали слова, существительные, прилагательные глаголы, составляли словосочетания, предложения, рассказики. Сейчас мы читаем сказки, произведения детских писателей-классиков. Занятия бесплатные, каждый ребенок ходит добровольно. Отказов от подобных обучений почти нет. Мигранты понимают, без знания языка будет очень трудно. Потому чем раньше дети начнут занятия, тем лучше. Лучше и их мамам. Можете заметить, например, что у женщин, у мам сегодняшних детей интервью взять невозможно, если она не согласовала, не позвонила своему мужу. А у ментальности какие-то восточные, все равно своеобразные, они остаются. Но тем не менее, тем не менее, это тоже и для самих же родителей, для тех же мам. Это тоже определенный выход в свет. Они смотрят, они адаптируются. Потому что зачастую женщина восточная, она сидит дома. То есть здесь плюс еще и с этой стороны. Правда, такой опыт Оренбурга в адаптации детей-мигрантов пока единичный. Его не подхватили ни в России, ни в области. Юрий Мишинин, Виктор Гошенев. Наше время. Каталог молодых талантов. В Оренбурге сегодня презентовали справочник лучших выпускников учебных заведений этого года. В нем имена полутора тысяч студентов. Предполагается, что справочник станет настольной книгой для работодателей. С его помощью они легко смогут найти сотрудников для своих организаций. Скорее всего, будут работодатели ценить, смотреть, что не просто так. Не троечник старался, студент учился. И, собственно, сюда попасть, мне кажется, не так-то просто. И сегодня золотую молодежь чествовали в Дворце культуры России. Отмечу, что справочник лучших выпускников составляет уже 12 лет. С каждым годом страниц в нем все больше. Нам бы очень хотелось, чтобы большинство из этих молодых людей, конечно же, остались в Оренбурге и в нашем городе Оренбурге. А для этого необходимо создавать условия. В этом мы всегда видим и главную задачу власти всех уровней. Премьерный показ. В кинотеатре «Космос» несколько часов назад на суд зрителей представили первый фильм, снятый в Оренбурге. Работу над островом Цикад, так называется кинолента, вели почти год. Роли сыграли как известные оренбургские актеры, так и непрофессионалы. Оценку фильму предстоит дать зрителям. Чего они ждут от премьеры и как снимали кино, узнали наши корреспонденты. За 20 минут до премьеры в кинотеатре «Аншлаг» билеты раскуплены. Оренбургские зрители в ожидании. Все обсуждают, каким будет фильм и что ждать от просмотра. Я не могу сказать даже на 100% понравится, не понравится, но мне кажется, это однозначно будет интересно. Я сейчас посмотрю и после этого вам скажу. Пока интрига, пока не знаю, чего ожидать. Эмоции хочется, конечно. А эмоции будут. Фильм рассказывает о молодом поэте, который вернулся из столицы в Оренбург. Он пробует жить, как считает правильным, но сталкивается с проблемами и неудачами. Главное, что появляется в его жизни, это любовь. Но ее еще нужно завоевать. Остров Цекат создавался силами исключительно оренбургской команды. Сценарист, журналист Вера Арнгольд, режиссер Олег Маслов, оренбуржец, закончивший курсы в Москве. Я написала сценарий, предлагала его сначала нашим знаменитым продюсерам, режиссерам. Они отнеслись благосклонно, посмотрели, но в принципе я так поняла, у каждого свое. И Олег потом решил, он говорит, я как раз только закончил свежеиспеченный режиссер, закончил режиссерские курсы в Москве. И говорит, мне как раз нужно. Они объединились, создали свою кинокомпанию «Сарматфильм» и работа пошла. Собрать съемочную команду было нелегко, ведь фильм получался безбюджетным, а найти людей, готовых работать за спасибо, непросто. Без денег, без какой-то поддержки, все на голом энтузиазме. Но к удивлению на призыв откликнулись многие. В итоге в создании фильма приняли участие больше ста человек. Роли сыграли как известные актеры Оренбургского театра, так и начинающие, прошедшие кастинг. Их теперь узнают на улице. Все больше людей подходят на улице, говорят, о, здравствуй, я не знаю, кто это. Какой получилась новая киноработа и как ее оценили зрители, расскажем уже завтра. Но, по крайней мере, смелое решение создать полнометражный фильм своими силами уже достойно похвалы. Юлия Гафарова, Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время. «Газпром» внедряет новые технологии. На гелиевом заводе сегодня запустили установку «Испытание циолитов». Она способна определить качество фильтрации газа, экономя при этом шестизначные суммы. Иван Бер в этом убедился. Работы по внедрению установки начались еще в 2011 году. Специалисты гелиевого завода приняли решение о разработке нового проекта, который был бы способен определять качество циолита, не затрачивая на это большие материальные вложения. Кстати, вот так выглядит тот самый циолит. Это специальное химическое соединение, созданное для очистки газа от примесей, что повышает качество выпускаемой продукции. Конечный итог – это качественная продукция. То есть, почему мы не стоим на месте? Для того, чтобы обеспечить качество лучше, лучше, лучше. То есть, с каждым разом мы стремимся повысить качество. Первое, на что необходим циолит – это очистка от влаги и от сернистых компонентов. Реальный газовый очиститель состоит из четырех фильтрующих цилиндров. Высота каждого из них – два десятка метров, а диаметр – почти четыре метра. Вмещает в себя один такой адсорбер 70 тонн реагента, что нерационально при тестировании, ведь стоимость одной тонны циолита – 150 тысяч рублей. Именно поэтому испытательная установка просто незаменима. Данный стенд – всего лишь маленький прототип гигантской 20-метровой установки. Состоит он из четырех адсорберов диаметром 16 сантиметров. Этого вполне достаточно для того, чтобы загрузить необходимое количество испытуемого реагента, чтобы сымитировать основной адсорбционный процесс очистки и осушки газа, или, попросту говоря, его фильтрации. Сейчас испытательная установка полностью подключена и готова отделять зерна от плевел. Она подключена к реальным действующим трубопроводам. Предназначена она для испытаний различных марок циолитов. Это нам нужно для того, чтобы подобрать более дешевый, более лучший, качественный циолит. Однако инженерам пришлось столкнуться со сложностями в процессе установки стенда, ведь она проходила в условиях действующего производства. Монтаж любого оборудования в условиях действующего производства – это задача довольно непростая. Дело усложнялось тем, что проектирование велось зимой. Ну вот, тем не менее, обвязку сделали. Сегодня пилотная установка признана годной и уже приносит первые результаты. Иван Берр, Станислав Доминов. Наше время. Время спортивных новостей. Новотрайчанин Павел Полтавцев будет бороться за медали чемпионата Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Континентальное первенство пройдет в августе этого года в Нидерландах. Путевку на турнир паралимпийский чемпион Лондона завоевал в Раменском. Там накануне завершился чемпионат страны. Павел Полтавцев выиграл российское первенство, став первым на дистанции 100 метров брасом. Быть в курсе всех спортивных событий нам помогает Сергей Тыщенко. Ему слово. Новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Великолепная пятерка. Игроки оренбургских ястребов вошли в расширенный список кандидатов в сборную России по следующий хоккею. На учебно-тренировочные сборы, которые сейчас проходят на базе «Югспорт» в Сочи, старший тренер нашей национальной команды Сергей Самойлов вызвал сразу пятерых хоккеистов из Оренбурга. Пока только тренировочную форму сборной примерили Михаил Чекмарев, Алексей Канатников, Влад Масигутов, Дмитрий Козловский и Алексей Еремин. Шансы попасть в основу у наших хоккеистов, по мнению специалистов, довольно высокие. Оренбургцы отлично проявили себя на крайнем чемпионате страны и неплохо зарекомендовали себя уже в Сочи. Отмечу, что ближайший международный выезд у российской команды запланирован на октябрь в Чехию. Там нашей сборной предстоит защитить чемпионский титул, продляться сборы на Черноморском побережье до 29 мая. Определили сильнейших, в Оренбурге разыграли открытый Кубок области по прыжкам на батуте. Прошли соревнования накануне в СКК Оренбуржии. За медали турнира боролись около 150 спортсменов из областного центра, а также Уфы, Тольятти, Бугуруслана и Тюльгана. По итогам состязаний весь пьедестал почета заняли батутисты Оренбургской с дюшор номер 6. Победителями Кубка области стали Денис Самойлов и Елена Бурлуцкая, Михаил Амилай и Елена Журавлева завоевали серебряные медали. Бронза досталась Виталию Доминову и Карине Левченко. И пока это все новости спорта. До встречи. Спасибо, Сергей Утыщенко. Ну а ровно через минуту расскажем о том, где завтра не будет электроэнергии и чего испугались оренбуржцы накануне вечером. Центр садовода предлагает своим покупателям большой выбор растений – лиственных, хвойных, кустарников, многолетних и однолетних цветов. Ну а чтобы ваш участок стал еще краше, а главное не был похожим на другие, ведущие специалисты Центра садовода предлагают услуги по устройству ландшафтного дизайна. Живую композицию собирают с учетом вкусов каждого садовода-любителя. Ну а если к растениям добавить малые архитектурные формы, это не только украсит ваш участок, но и сделает его неповторимым и по-своему уникальным. В Центре садовода можно найти более тысячи оригинальных украшений – садовые фигурки, фонари, вазоны. Оригинально смотрятся и композиции, составленные из мини-скульптур. Вполне выразить ваши фантазии помогут и цветы, высаженные в красочные кашпо, а их ассортимент разнообразен. Даже уличные люки можно спрятать под такими необычными декоративными крышками. Сотрудники Центра садовода помогут вам также создать в саду чудесный пруд любых размеров и форм. Водоем в саду создаст не только особый микроклимат, но и станет великолепным декоративным элементом. Специалисты Центра садовода подскажут вам, как создать в пруду каменные отмели и какие лучше подобрать растения. Водная гладь прекрасна, но искрящийся фонтан, журчащий ручей или переливающийся каскад прекрасен вдвойне. Для того, чтобы создать все это великолепие, необходимы специальные насосы, которые также можно приобрести в Центре садовода. После проделанной работы приятно отдохнуть на своем участке на удобной садовой мебели. Специалисты Центра садовода всегда рады удивить вас чем-то новым и помочь в благоустройстве территории. Приходите на улицу Промышленная 5.5. Итак, информация от городских электрических сетей. В четверг жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Причина – ремонтные работы. Перебои со светом возможны и в пригороде. Название улиц, где будет отсутствовать электричество, на ваших экранах. Уточнить их можно по телефону 56 83 38 или 98 48 48. И напоследок неопознанный и летающий. Накануне вечером жители Оренбурга не на шутку испугал некий странный светящийся в небе объект. Очевидцы предположили, что это НЛО. Яркую вспышку и движение в небе видели и жители соседних областей. В Астрахани, Уфе, Ростове-на-Дону и даже Уральске. Однако сенсации не случилось. НЛО оказался межконтинентальной баллистической ракетой «Тополь-М», которую запустили с полигона под Астраханью. Ее след и засекли бдительные граждане. Ну и, кстати, как сообщают в Минобороны, запуск прошел успешно. «Тополь» точно поразил заданную цель в Казахстане. Вот такое наше время сегодня. Завтра в этой студии Мирики Ульманов. Счастливо! Компания «Промкомплект» предлагает Насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 751585. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48-3.